На Жизказганской теплоэлектроцентрале впервые за годы независимости республики введена в эксплуатацию новая турбина. Запуск турбоагрегата существенно увеличит электрическую и тепловую мощность станции, что позволит максимально покрыть дефицит электроснабжения в регионе. Работы по установке новой теплофикационной турбины велись три года. Жизказганская ТЭЦ введена в эксплуатацию еще в 1952 году и ввиду износа основного оборудования с 2012 года реализуется программа по модернизации теплоэлектроцентрали. Начало работы новой турбины осуществлено в рамках этой программы. Если ранее на ТЭЦ велись работы по реконструкции и замене оборудования, то сегодня мы говорим о расширении станции. Установлена новая турбина. Ее эксплуатация позволит увеличить мощность станции до 252 мегаватт, что повысит эффективность и надежность предприятия. В истории Жизказганской ТЭЦ это предельная величина мощности. Она достигнута впервые за 66 лет работы станции. Таким образом, теперь покрывается весь прогноз потребления Жизказганского энергоузла. Запуск турбоагрегата произведен в щите управления турбинного цеха. Он представляет собой современную установку с автоматизированной системой управления участками станции. Набор нагрузки турбины начался с того момента, когда Аким Жизказган и Кайрат Бегимов и директор ТЭЦ Мадияр Алтыбаев нажали на кнопку запуска. Сегодня мы все стали свидетелем очень важного события. В целом для Жизказганского сатбаевского региона и для большой энергетики нашего Казахстана в преддверии дня столицы был обеспечен запуск в работу новой турбины, дополнительной турбины мощностью 50 мегаватт на Жизказганской ТЭЦ. Это мероприятие дает нам дополнительную мощность, дополнительные 50 мегаватт, которые дают повышение надежности работы системы, повышение качества электроснабжения наших потребителей. Дополнительная мощность позволит обеспечить теплом и электроэнергией новые объекты, строительство которых запланировано в ближайшее время. На сегодняшний день уже у нас есть разработанное ПСД по строительству школы, в этом году начало будет, для строительства ФОКа и для строительства рябинного спортивного комплекса. Эти объекты будут обеспечены теплом и электричеством благодаря сегодняшнему включению 8-го турбого агрегата с дополнительной мощностью по теплу и по электричеству. По программе реконструкции и модернизации ТЭЦ запланированы работы до 2022 года. Ожидается, что благодаря деятельности станции будет дан новый импульс развитию города и энергетике Казахстана в целом.